Путин объяснил смысл предложенных в послании поправок в Конституцию. Смысл предложенных в послании поправок в Конституцию обеспечить развитие России как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, партии и регионов в выработке важнейших решений. Об этом Владимир Путин заявил внову Огарева на встрече с участниками группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию. «Россия останется президентской республикой», — заверил он. «Россия должна оставаться президентской республикой», — подчеркнул глава государства. Фото, РИА Новости. Накануне глава государства подписал распоряжение о рабочей группе по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. В четверг он провел первую встречу с участниками группы. Обращаясь с посланием к Федеральному собранию. «Я высказал свои соображения по поводу возможных поправок в Конституцию, имея в виду ту дискуссию, которая так или иначе уже и у нас в стране в обществе развернулась. Начал разговор президент и поблагодарил присутствующих. Для такой важной работы нужны не только профессиональные знания, но и политический жизненный опыт». Минус. Константин Костин, Владимир Путин донастраивает политическую систему. Предложенные поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, еще раз подчеркнул Владимир Путин. «Их смысл обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельностей институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства. «Россия, оставаясь президентской республикой, становится более открытой, значение парламента повышается, усиливается его взаимодействие с правительством», продолжил глава государства. «Ведь парламент будет нести ответственность не только за назначенных министров и заместителей, но и за работу председателя правительства, и за политику Кабмина. Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована», пояснил он. «Граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве. Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия», подчеркнул глава государства. «И это обязательный императив. Для России сдвиг в сторону парламентской республики на сегодняшний день был бы очень серьезным испытанием. Неизвестно, чем бы оно закончилось», добавил Путин. Говоря про конституционный статус Госсовета, президент четко обозначил, что есть Верхняя Палата Федерального Собрания, Совет Федерации. Минус. Володин оценил значение предложений Путина по изменению Конституции. Конкретизируя предложение внести поправку о том, что международные договоры не должны противоречить Конституции РФ, Путин указал, что документы, которые противоречат ей, вообще не должны заключаться. А если такой договор уже заключен и обнаружено нарушение Конституции, не должен действовать на территории нашей страны. «Многие государства давно без всякого стеснения прописали, что на их территории действуют все, что не противоречит их основному закону. Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов РФ. Но только не Конституции», пояснил глава государства. «Работа над поправками в основный закон требует высочайшего правового, юридического профессионализма, в уверенности каждого слова, каждой буквы, каждой запятой», подчеркнул президент. «Нужно обязательно сохранить единство правовой ткани Конституции», сказал он, добавив, что Конституция документ прямого действия и все инновации призваны укреплять и развивать ее потенциал. Нужна тщательная правовая экспертиза поправок, при этом решающие слова за гражданами России. «Работа над поправками в основный закон требует высочайшего правового, юридического профессионализма, в уверенности каждого слова, каждой буквы, каждой запятой». Путин подчеркнул неизменность двух первых глав Конституции. «Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем», сказал глава государства. Минус. Западные СМИ оценили послание Владимира Путина Федеральному собранию. Согласно распоряжению президента, в рабочей группе три сопредседателя, глава Комитета Софеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева. Готовить предложения по поправкам в основный закон будут более 70 человек самых разных профессий. В их числе не только юристы и парламентарии, но и, например, главы региональных законсобраний, руководители благотворительных фондов Елена Альшанская и Лев Амбиндер, глава Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, представители ОНФ, предпринимательских объединений и профсоюзов, руководители ветеранских организаций, известные медики Лео Бакерия и Леонид Рошаль, спортсмены, в их числе двукратная олимпийская чемпионка Елена Исенбаева, деятели культуры, глава Эрмитажа Михаил Петровский, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор МОСФИЛЬМА Карен Шахназаров, худрук театра ЕД, Александр Калягин, актер Владимир Машков, музыканты, пианист Денис Мацуев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Далуда, руководство национально-культурных автономий и другие общественные деятели. Рабочая группа оперативно сформулирует свои предложения, заявил Интерфакс и ее сопредседатель Павел Крашенинников. Основные предложения прозвучали в президентском послании на всю страну, на весь мир, поэтому работу надо сделать качественно и быстро, не откладывая в долгий ящик, ответил он на вопрос о сроках. Рассматриваться будут предложения и участников группы, и простых граждан. Важно, что выдвинутые президентом инициативы о конституционных изменениях развивают государственное устройство, при этом не затрагивая главу основного закона, посвященную правам человека, и ядро Конституции у нас остается целостным, пояснил Крашенинников. Власть, работа, власть и внутренняя политика Президент Конституции России Послание президента Федеральному собранию 2020 года